Мои дорогие, всем огромный привет! Сегодня я бы хотела снять видео, которое я позаимствовала в инстаграме на ютюбе, я его еще не видела, поэтому всем желающим, все кто снимает видео на ютюб, тоже предлагаю снять подобного рода видео, как мне кажется, оно очень интересно и помогает подписчикам поближе познакомиться с блогером. Как вы поняли уже по названию, данный тег называется «Я от А до Я». Его суть заключается в том, чтобы на каждую букву алфавита назвать какой-то факт о себе, либо событие из жизни, которое бы рассказывало что-то о вас как о личности. Ну и давайте приступим, я надеюсь, что вам будет интересно. Анна, так зовут мою старшую дочку. Здесь я назову два слова «Беларусь» и «Борисов». Я родилась в Республике Беларусь, в городе Борисов Минской области. Весна – это мое любимое время года. Еще это цветотип моей внешности. Горошек. Да-да, я очень люблю горошек в любом его виде, особенно люблю свежий, вот только что с грядки прям собирать и тут же кушать, но также люблю консервированный горошек, я могу его просто банками есть. Дева. По знаку зодиака я дева, родилась в сентябре. Естественность – это то, что я очень ценю в людях и считаю, что в современном мире многим ее очень не хватает. Здесь я никакого слова не назову, просто буква «ё» – это та буква, которую я всегда пропечатываю. Я никогда ее не заменяю на букву «Е». Даже в каких-то личных переписках в социальных сетях я всегда нажимаю букву «Е». То я никогда не поставлю вместо нее букву «Е». Такая вот я дотошная. Желе. Я просто терпеть не могу консистенцию желе. Я не люблю кремообразные десерты, желе. Ненавижу холодец, хотя я его ни разу в жизни не ела, но у меня даже его внешний вид вызывает отвращение. Вот такая вот у меня небольшая пищевая антипатия. Зимние виды спорта. Я очень люблю зимние виды спорта и вообще считаю, что зима – это такое более активное, что ли, время года. Лично для меня – горные лыжи, сноуборд, катание на санках, на бубликах этих плюшках, на коньках. В общем, море-море всяких развлечений. Но, возможно, это связано с тем, что я живу на Урале и холодных месяцев в году у нас намного больше. Поэтому летом, как мне кажется, у нас не столько развлечений, сколько зимой. Интуиция. Она у меня очень-очень развита, и мне это частенько в жизни помогает. И, кстати, мне еще снятся очень часто вещи сны. Но эту букву, честно, я не смогла ничего про себя придумать, кроме как йота. На этого оператора мобильной связи я переходила где-то месяца на три. Думала, что там будет крутой интернет, но оказалось, что в нашем регионе он просто ужасный у этого оператора. Поэтому я вернулась обратно к своему мобильному оператору. Круг. Именно в форме круга я с самого детства представляю. себе календарный год. Видимо, это действительно пошло откуда-то с детства. Возможно, где-то я увидела когда-то картинку. И я представляю, что наверху лето, осень, внизу зима и здесь весна. Лагерь. Я ни разу не была в детском лагере. И мне в детстве этого нисколько не хотелось. И я не жалею о том, что я там не была. Мне всегда было дома комфортнее. Не хотелось уезжать никуда от родителей. Но я, в принципе, и сейчас такая же. Мне очень важен комфорт. Я люблю свой дом. И для меня всегда стресс, смена обстановки. Какие-то дальние поездки, переезды. Вот такая вот я домоседка. Мистика. Я всегда очень любила и люблю все, что связано с мистикой. Если кто-то не смотрел, кстати, видео в Мистика в моей жизни, я оставлю ссылочку на это видео в инфобоксе. И, кстати, в ближайшем будущем я планирую снять небольшое еще продолжение данного видео. Настойчивость. Мне ее иногда очень-очень не хватает. Ответственность. Я бы даже сказала, что я гиперответственна. Иногда это даже мешает. Особенно в работе, когда ты слишком сильно за что-то переживаешь, воспринимаешь свои обязанности очень-очень серьезно, переживаешь за их выполнение. Это на самом деле накаляет очень часто обстановку и лишний стресс создает. Но в то же время помогает выполнить свою работу на отлично. Пунктуальность. Это тоже одна из моих черт характера. Я очень пунктуальна. Я ненавижу опаздывать. Это просто самое худшее для меня. Когда я начинаю опаздывать, хотя бы на несколько минуточек, у меня начинают трястись руки, у меня краснеют щеки. В общем, для меня это стресс. Я не знаю, почему так. Но так есть. Родина. Это моя девичья фамилия. И когда-то я очень из-за нее комплексовала и хотела поскорее от нее избавиться, выйти замуж, взять фамилию мужа. Но когда я вышла замуж спустя несколько лет, я поняла, что это была в принципе очень даже хорошая и красивая достаточно, на мой взгляд, фамилия. Здесь я назову опять же два слова. Семья и счастье. Для меня между этими словами стоит знак «равно». И на данный момент одно без другого не существует. Телепортация. В детстве это была моя мечта. Я мечтала уметь телепортироваться, причем чтобы я могла это сделать с нескончаемым бесконечным количеством людей. То есть стоило мне, допустим, кого-то взять за руку, этот человек еще возьмет кого-то, в общем, в цепочку выстроиться, взять всем за руки, и я бы представила себе какое-то место, закрыла глаза, и мы бы всей толпой туда телепортировались. Вот такая вот у меня была мечта в детстве. Утро. Это мое любимое время суток. Физмат. Я закончила физико-математический класс. Несмотря на то, что я не любила ни математику, ни физику, поступила я потом учиться на гуманитарный, на юридический факультет. Хитрость. Я считаю себя достаточно хитрой, и мне это частенько помогает в жизни. И вообще считаю, что каждая женщина должна быть такой хитренькой лисой. Цветы. Я люблю цветы, но больше я люблю цветы живые, в горшочках, домашние, комнатные, чем обычные, срезанные в букете, мертвые цветы. Чтение. Я очень полюбила это занятие после рождения первой дочки, когда была в декрете. Видимо, то, что я не любила, это занятие раньше было связано с тем, что во время учебы чтение, это, можно сказать, обязаловка, такое обязательное мероприятие. Ты должен читать научную какую-то литературу, но когда ты выходишь в декрет, появляется время на чтение какой-то художественной литературы. Вообще можешь читать все, что тебе угодно, все, что ты хочешь. Шоколад. Конечно, шоколад, тут я даже не сомневалась, это моя любимая сладость. Я вообще сама по себе сладкоежка, но самая большая любовь у меня именно к шоколаду. Я равнодушна к леденцам, мармеладу, зефирную и так далее. Мне нужен именно шоколад. Вот щекотка. Я ее очень боюсь, и я больше ничего не смогла придумать на эту букву. Эмоции. Я считаю, что это то, на что стоит тратить деньги, время. Не на материальные какие-то вещи, одежду и так далее, а именно на эмоции, потому что это то, что остается с нами навсегда. И это то, что мы будем вспоминать в старости, какие-то пережитые моменты. И поэтому я хочу достигнуть когда-нибудь такого уровня материального благосостояния, чтобы позволять себе путешествовать несколько раз в год. Ну, тут уж совсем все очень просто. Юля, это мое имя. И эта буква тоже связана с именем Яна, так зовут мою младшую дочку. Так получается, что у меня старшую дочку зовут на первую букву алфавита, а младшую дочку имя у нее начинается на последнюю букву алфавита. Я это, кстати, заметила только, когда готовилась к этому видео. Ну и на этом все. Вот такие вот факты были обо мне. Я надеюсь, что вам было интересно. Если вы досмотрели это видео до конца, я вам очень-очень благодарна. Спасибо большое за внимание. Еще раз приглашаю всех блогеров присоединяться к этому тегу. Ну и увидимся в новых видео. До встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok